Девочка-пай Здравствуйте, меня зовут Андрей Барган, я ведущий телепрограммы «Местное время». Сегодня у нас в студии приглашены Татьяна Думанова, примар села Троицкое, района Чмешле. Добрый день. Здравствуйте. И советник районного и городского совета Юрий Мазур. Здравствуйте. Буна зима, добрый день. Значит, сегодня мы будем обсуждать дорожную инфраструктуру, в каком она состоянии в районе и в городе, в наших населенных пунктах в Чмешле. От чего зависит эта инфраструктура дорог, кто нам помогает строить дороги и как эти дороги, значит, помогают нам жить или как мешают нам жить. Для начала я хочу известить телезрителей, что эта тема не случайно выбрана. Есть репортаж Зиару Дайгарде, называется «Уступи дорогу Уэй». Там мы увидим этот репортаж, значит, о состоянии наших дорог, о том, кто нам помогает строить дороги и о том, для чего эти дороги объединяют нас или разъединяют. Потому что, как бы, уже в нашем обществе разъединяют и дороги. Одна дорога на запад, другая на восток. Хотя все эти дороги в Молдове, и по ним должны ездить люди, в гости и так далее, и так далее, на работу. И эти дороги сделаны, очевидно, не только для того, чтобы население уехало по этим дорогам из Молдовы, а для того, чтобы это население еще и приходило, увидело, что здесь можно жить, и чтобы мы облагоустроили нашу республику. Поэтому предлагаю посмотреть этот репортаж и вернуться потом к его дискуссии. Молдавские дороги всегда были различными и сложными. Несколько десятков лет молдавские граждане с рвением ищут путь истинный, но застревают где-то на полпути. А когда увязнут, вместо того, чтобы попытаться удачно выбраться, начинают бросаться грязью, забывая, куда путь дорогу держали. Это моя дорога! Куда прешь? Давай назад, это моя главная дорога! Что главное-то у тебя на лежанке главное? Убери эту телегу! Что ты прешь? А что, вас там в Европе не учили дорожных знаков, да? Про уступи дорогу вас не учили? У тебя в жизни одна правильность. Уступи, отойди, я главный, да? Кто виноват из них, кто прав, судить не нам, да только ВОЗ и ныне там. Даже если партнеры Республики Молдова построили для нас сотни километров современных дорог, граждане этого государства недалеко добрались, потому что каждый день они находят повод для соображений без побед. Я сейчас тебе покажу, где главная дорога, где путь истинный. Я сейчас тебе покажу путь, млечный путь. Замолчи, это посол Соединённых Штатов Америки, это хозяин дороги. Отберёт дороги, замолчи. Хеллоу, хаудой-дой. Буна зива, I'm fine, всё хорошо. Только не пойму, почему вы всё время ссоритесь. Вот мы всегда строили путь к Ленину. Вот там недалеко был колхоз «Путь к коммунизму». Сейчас мы хотим строить путь к таможенному союзу. А вот этот всегда палки ставит в колёса. Это он всегда ставит свою телегу поперёк на нашем европейском пути. Вот что он делает со своей старой мечтой по новой дороге? Подождите, calm down. Эти дороги построены на деньги всего американского народа, для всех граждан Молдовы. Вообще-то, американский народ вложил деньги, чтобы имели хорошую дорогу на пути к демократии и к лучшей жизни. А лучшая жизнь — это где? Многие думают, что хорошо там, где у нас нет. А почему нам не сделать хорошо там, где мы есть? Попробуйте использовать все дороги не только для того, чтобы уехать или для конфронтации, но и для того, чтобы остаться, для того, чтобы строить, развивать, а не убегать. Ну ладно, мне пора. А вы подумайте, как дальше жить. Это теперь ваша дорога, а дорогу осилить и души. Строить счастливо. А посол хороший мужик. Дело говорит. А тебе-то куда-то надо. Я тебе дорогу уступлю. В сторону вишневого сада. Вот скоро весна, копать, сеять. Так нам же по пути. Мне тоже в сторону садов. Там такая красота. Скоро марцишор, 8 марта. Подожди. А как ты думаешь, 8 марта — это женский день или как ее, эмансипация? ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И так мы посмотрели этот репортаж, дорогие телезрители. И я хочу с самого начала предоставить слово Юрию Мазеру, канцельеру районного и городского советов, чтобы он высказал свое мнение насчет репортажа, насчет дорог, которые есть у нас в районе, в городе, от кого они зависят, кто нам помогает строить. И эти дороги нас объединяют или разъединяют в каком-то степени? Пожалуйста, Юрия. Ну, еще раз день добрый, Буна Зева. Очень интересное кино мы увидели сейчас с вами. Оно очень актуально. И не только для жителей Чемишли. Я думаю, что этот ролик будет обсуждать и другие каналы молдавские. И чем он актуален, тут однозначно можно установить и заметить, что он несколько имеет некоторую подоплеку. Во-первых, есть такая аллегорическая форма «Читай или смотри между срок». Есть форма аллегорическая, и она подтверждается названием ролика «Мэй, я по главной». В чем аллегория, в чем сравнение? Ну и, естественно, присутствует какая-то своеобразная реклама. Давайте будем так, если будем объективными. И я хотел бы два слова остановиться по поводу, вот именно «Читай между срок», «Смотри между срок». И на детали. Если кто-то обратил внимание, ролик конкретно возвращает нас вот в то некоторое противостояние между представителями старой, будем считать эпохи, и новыми представителями нового течения, будем говорить, про европейскую, или какого-то это не столь важно, потому что новое течение может идти с любой стороны, как Запада. Между «Жигули», «Мерседесом», «Ушанкой». Флажок Советского Союза, или флажок Евросоюза. Вот в этом сравнении... Ну, это аллегория. Да, это аллегория. Это специально сделано так, чтобы люди поняли, в чем суть дела. И потом вывели себе, собственно, одну дорогу к цели нашей, собственно, сегодняшней дискуссии. Ну, естественно, в конце реклама. Очень хорошо, что сегодня не побоялся в этом ролике принять участие посол Соединенных Штатов Америки Джо Аппетит. Я думаю, что он показал, в первую очередь, некоторым нашим, ну, будем говорить, представителям, в том числе и политической элиты, что дороги строятся, и на них грандодатели или дарователи, кто вкладывает деньги. Это не хозяева дорог. Хозяева дорог являются гражданами Молдовы, и любое пресмыкание или страх перед великими хозяевами, будь то с запада или будь то с востока, оно не поощряется. Это сторона демократического нашего развития, и мы думаем, что это всем хочется, чтобы было именно так. Ну, давайте теперь конкретно по качеству дорог. У меня вот есть... И идем с тех национальных дорог... Да, на наши реально опустимся на землю. Почему мы до сих пор... Проблема качества дорог имела место быть. И я почему-то уверен, что она в ближайшее время не будет решена полностью. У нас уже все свыклись с тем, что коруца, или, в крайнем случае, резиновые сапоги, это обиход постоянный нашего быта. Почему, допустим, и хотелось бы сразу задать вопрос у власть держащих, почему всего лишь только с прошлого года средства, собираемые дорожного сбора в виде налогов от автолюбителей, которых, извините, мы видим на наших дорогах с каждым годом становится все больше и больше, только лишь с прошлого года стали поступать эти доходы в местный бюджет. Бюджет городского совета, бюджет местных органов власти. А что же до сих пор было? Почему до сих пор это не решалось? В Кишиневе оттуда распределялись уже по другим... Ну, опять же, распределялись, господин Андрей, распределялись по симпатиям, если не говорите по политическим симпатиям даже в том числе. Давайте это оставим, перейдем дальше. Что мы имеем на сегодняшний год? Вот я хочу сказать, принятое решение о перенаправлении большинства доходов за сборы дорожные и налоги в местные органы дается себе результат. Давайте приведем несколько цифр. Вот всего лишь в прошлом году, в 2017 году, на примере Чемишлийской примарии, мы реально отремонтировали по городу дорог дорожного покрытия на общую сумму 4 млн 620 тыс. леев. Значит, это чисто только по городу. Это улица Еменевску, Стамати, Мирон Костин, Антон Пирчун, Тесумициану, Михаил Чеботару. Значит, и это только начало. При разумном, целенаправленном и последовательном вложении и использовании этих средств, мне кажется, что 2018 год и 2019 следующий даст нам хороший задел для того, чтобы мы выходили или люди наши, жители Чемишлии, выходили к рынку, к центру, выходили не в грязных обуви, не в грязных сапогах, выходили по хорошей дороге, по хорошим тротуарам. Я понял, мы вернемся к этим деталям. Почему Чемишлии, какие средства были, какие еще работы придется делать. А теперь попросим Татьяну Думанову рассказать нам вот об этом новшестве, что говорил господин Мазур, что с прошлого года часть дорожного налога сосредоточена непосредственно на местных органах. И это хорошая или не совсем хорошая идея? Почувствовали вы в конкретном населенном пункте это или нет? И как получается? Всем известно, что визитной карточкой села являются дороги. Мы благодарны правительству и молдавскому народу, который действительно свою заботу проявляет о том, чтобы жизнь его становилась все краше и краше. Но хотелось бы, чтобы к этому было не только желание, что мы хотим жить краше, чтобы каждый был ответственным в этом тоже и поставил свой уклад в это дело. Да, село Троицкое известно своими разбитыми дорогами, которые пролегали до Троицкого, до нашего сердца, и после Троицкого. Но сейчас дорога Р-26, которая обслуживает Чмешли Каушан и Террасполь, сделали превосходно. Превосходно только проявляется небольшая такая... Как бы вот 60 лет я помню о том, что дороги 60 лет назад начинали строить эту дорогу. И как бы ее выборочно, ямочные делали ремонт, как в шахматном порядке. Но такой заботы никто не проявлял, чтобы действительно сделать, чтобы это была красивая, комфортная дорога, чтобы человек уехал с села Чмешли и доехал обратно. Не говорил о том, что он приехал домой разбитый. Разбитый сейчас совершенно другой. Все говорят, что даже можно и вертолет, и самолет на нашу дорогу установить, чтобы доехать к Троицкому. Мы очень рады. Но и говорит это еще... Вы имеете в виду сектор дороги? Я говорю о дороге, которая от Михайловки до Троицкого идет, которую сделали... Потому что с Михайловки до Чмешли мы пока еще... Да, вы пока еще не ощущали такой хорошей дороги, которая у нас была разбитая. Если утром позавтракал, то можно побояться о своем желудке. Очень еще мы восприняли о том, что наконец-то у нас в селе хоть какой-то участок дороги будет отремонтирован. Я говорю о дорожном фонде. Платили мы налоги исправно, особенно автолюбители. Очень все возмущались о том, куда мы платим, куда идут эти деньги. Хорошо, очень хорошо. Но, конечно, еще не до конца, до всех тонкостей дошло это дело. Мы в прошлом году, в 2017-м, получили 123 100 местный бюджет и отремонтировали около 200 метров дороги. В белом варианте, конечно. Но мы выбрали с местными советниками. Посмотрели дороги, которые нуждаются в ремонте. И первоочередной, по которой дороги больше людей, сообщения больше ходят, туда проехать нужно было. И поэтому мы определились на этом отрезке дороги. На этот год нам выделили 122, запланировано 122 800. Мы опять с советниками, опять определимся. Сказать, что у нас дороги, мне еще районно руководство заставило на вид, когда мы просили помочь нам отремонтировать какой-то участок дороги. И говорили, что вы действительно еще не были в других селах и не имеете представления, какие дороги там. Что у нас большая часть дороги заасфальтирована. Очень в хорошем состоянии. Это благодаря все раньше. Еще, да, сохранилась. Это очень. Есть у нас небольшой участок. Так вот, мы думаем, как бы в этом году и на следующие года, чтобы его обязательно отремонтировать. Который очень нуждается, не говоря уже о переулках. Переулки, наверное, это такое расположение села. Потому что они у нас, если идет паводок, если идет вода, у нас плывут все. Буквально приходится людям одевать сапоги, идти в школу детишкам, несут вторую обувь с собой. Для того, чтобы вот это именно переулки вызывают очень большую тревогу. Потому что боишься, что и село может как бы поплыть. Да. И еще было бы вот то о том, что, например, в этом году я использовала, вот мы говорили о 200 метров дороги. У меня осталось 3000 с чем-то. Чтобы использовать все до копеечки, мы приобрели дорожные знаки, которые... Но идет то, что ни одной копейки мы не можем перевести на следующий год. Может быть, вот для меня 123 тысячи – это очень мало. Я бы хотела больше участок дороги отремонтировать. Если бы я собрала на следующий год и тот, как бы накопила, накопила, я бы, может быть, существенно сделала какое-то... Но мы очень благодарны, что деньги именно поступили. Потому что до этого никто нам не ремонтировал. С местных средств мы таком большом количестве не имели. 60 тысяч мы выделили из местного бюджета. И выборочный ремонт дорог сделали у себя в селе. Спасибо. Еще вернемся к этим вопросам, к некоторым деталям. Господин Мазур, я хотел уточнить, значит, и вы, наверное, согласитесь, что последние 2-3 года вот эта центральная дорога от Ханчешта до Чемишли, она была сделана. И уже как бы по-другому мы себя чувствуем. Потому что где-то целых 5-6 или даже, не знаю, 7 лет от Ханчешта до сюда как бы-то была другая республика. В бедствии. В бедствии. Сейчас лучше. Ваше мнение, вот какого качества этих работ, которые были сделаны, и вот этот участок дороги от Чемишли до Камрата, мы тоже были свидетелем, когда здесь в Чемишли с трудом сделали эту дорогу. Да, я понял, спасибо. Вопрос в том, что мы становимся иногда заложниками всех событий, которые между нами, вокруг нас происходят. Мы так долго ждали и надеялись, что будут у нас дороги хорошие соединять с Кишиневым, с Камратом, потому что наши соседние будем тут говорить Бессарабкой. Ну, дождались. Вопрос не в том, какого качества. Я не инженер, не могу сказать, хотя был свидетелем неоднократно. Советники районного, городского совета, еще будучи тогда, могу вспомнить и выразить благодарность бывшему депутату парламенту Иосифа Фомичу Китрару, который неоднократно проверял качество, позволю заметить, дорог вот в районе Чкур-Меньжира выезжал и глубину закладки асфальтного покрытия. Ну, принципиально просто к этому вопросу относились. Я вам скажу, вот посмотрите, прошло, ну сколько, 7 лет, дорога Чумишлея-Камрат функционирует. Не будем говорить сегодня, кто кому обязан. Это все делается за наши деньги, будем говорить. Я хотел бы обратить внимание на ту же дорогу, я знаю этого человека, чье дорожно-строительное управление, это наш земляк, Василий Георгиевич, бывший, сейчас начальник в Ханчештах, это его участок был. Спасибо ему и его работникам за качество дороги, но речь идет, сколько она выдержит, выдержит ли большегрузные автомобили, особенно в летний период эксплуатации. В то же время, я хотел для примера привести пример участка дороги Камрат-Джур-Джур-Лешты, которая взяла подряд на выполнение работы румынская фирма, что самое интересное, категорически не принимала в качестве дорожных работников наших граждан, работали специалисты в Румынии, и что в итоге, контракт был за срыва временных сроков расторгнут, и до сих пор мы видим, что там творится до Балабанского перекрестка, до Камрата, особенно где мосты, разъезды, мосты, ну, давайте будем говорить, пускай это останется на совести тех лиц, которые внесут за это ответственность. Есть министерства, и, наверное, они не наказаны. Да, конкретно. Они не наказаны, наверное. Да, дай бог. Значит, что хочется еще сказать. У нас есть очень интересный участок дороги Чемишлия-Лево-Кантемир вот в эту сторону. Значит, если мы решим вопросы правительства, обратите на это внимание, мы подтянем к южному региону вот эти два районных центра, Кантемир и Лево. Это очень важно. Это важно. Это очень хорошо. Там за городок, который когда-то цвел, Яргора, если кто-то помнит, когда-то очень хороший был городок. Там есть уже асфальтная дорога, от Турда до Лева. А вот с Чемишлия, Ченак и до Яргоры. До границы, до Яргоры. Надо хотя бы вот этот участок делать. Ну, а за качество я не могу точно сказать. Я хотел бы сказать по поводу мостов и опять вернуться к нашему ролику, который мы посмотрели. Если вы обратили внимание движения двух представителей в роли Сергея, который исполняет один и тот же актер, вы обратили внимание, что машины двигаются постоянно почему-то друг к другу, навстречу, друг к другу. И я бы хотел... Сталкиваться хотят. Да. Я бы хотел обязательно, чтобы представители разных мнений, разных направлений мышления нашей страны, попытались по хорошим дорогам, если не сегодня, то хотя бы в обозримом будущем двигаться, если не ряд, в одном ряду вперед к светлой цели, то хотя бы навстречу друг к другу, но по своей полосе, не занимая встречного ряда. Спасибо. Татьяна, вы говорили, что у вас проблемы больше с переулками, с мелкими улицами, которые выходят в центральными, потому что центральные у вас как бы уже и национальные подчинения, и уже асфальтированы. И у меня вот такой вопрос. Я был в Румынии, в Лени-де-Мунте, там все... Это поселок, типа, не село, а поселок. Как Чемишлия. Но там все улицы или забетонированы, или асфальтированы. Там просто все. И я поинтересовался. Шел пешком. Я заметил такую вещь, что эти переулки, эти улицы, которые немножко уже и так далее, там на 2,5 или 3 метра забетонированы. 1 километр. Так, как обычно, бетон. И там трава, и там трава. Я говорю, так какая же это улица? Мы привыкли 6 или 12 метров. Они говорят, нет. Размах. Да, размах. И вот они говорят, что... Ну, сколько машин ездят по этим переулкам? Один раз вышел он с машины, вернулся. Но есть хорошая дорога, 2 метра или 2,5... 3 метра. На 3 метра. Танше не надо. Если они разъединятся, найдут не как в нашем ролике. Люди найдут возможность, чтобы разъехаться. Поэтому вы не посоветовались вот как бы взять на вооружение вот такой опыт, чтобы эти переулки сделать поуже, на 3 метра. И чтобы делать, скажем так, половина помогает Примария, половина, допустим, эти люди, которые там живут. Потому что контрибуция тоже должна быть какая-нибудь, потому что... Да. Я вот как бы подумала над вашим... Высказали такое мнение, что вы столкнулись и видели именно в этом реалии, как это выглядит. Конечно, я задумаюсь и посмотрю, что можно предпринять. Конечно, мы не то, что отказали людям, что мы не будем эти переулки как-то предусмотрим. Потому что даже вот, как я решала, в белом варианте, что-то мы людям этим поможем, чтобы они... Конечно, там я бы не сказала, что там эта дорога, эти переулки задействованы. Если кто-то там проживает, у одного одна машина. Я хотела просто сказать о том, что наши люди привыкли... Пусть то грязь будет, снег будет, хорошая погода. Обязательно нужно выехать на транспорте. Они не могут подождать день-два, чтобы просохла дорога. Ведь все-таки трактора и подвода... Они все разрушают дорогу. Да, у нас вот эта культура, вот это отсутствует. Что обязательно нужно выехать с переулка, выехать на хорошую дорогу, вывезти столько этого чернозема. Здесь потом же кто-то идет, эти люди идут, и туфель, как и ребенок идет в школу. Даже на асфальт. Да, это все на асфальт. И вот мы буквально вчера проехали и смотрим, что выехали с поля, выехали на асфальт. Столько грязи. Здесь очень много работы для дорожной полиции, которая должна как-то наказывать этих владельцев тракторов, что нам действительно закон о дороге совсем не функционирует. Должны по дороге, которую сделали им такого отличного, они все жаловали, что едут большегрузные машины, дом весь содрогается, все потрескалось, невозможно не лечь спать, не уложить ребенка. Сейчас все сделано, и метротуары, и все, и полно грязи. С каждого переулка вывозят эту грязь. Я, конечно, говорю, что очень хорошее предложение вы сделали о том, что широкий переулок, да, нужно посмотреть, может быть, действительно заасфальтировать или проложить какую-то небольшую такую дорогу. Потому что у меня, я не хочу сказать о том, что все переулки, у нас есть переулки асфальтированные, есть и зашитые щебенки, просто есть и некоторые, которые нуждаются очень, реабилитация срочная. Ну вот Татьяна говорила раньше, что на этот год тоже у нее 122 тысячи лея из дорожного фонда, сколько было и в прошлом году. А вот в Чемишли, раз вы сказали, что там, значит, 4 миллиона 620 тысяч, это было использовано в прошлом году, это существенная сумма. Цифра большая. И я на сегодня не готов сказать, в каком размере, какая сумма выйдет на 2018 год. Ну не меньше. Я, скорее всего, что больше. Я достаточно скажу только, что вот 16 февраля на заседании городского совета было принято решение, и советники городские проголосовали все единогласно о реконструкции и ремонте дорожного покрытия в разных видах, и по белому варианту, и бетонно-асфальтное покрытие, на территории всех населенных пунктов, я замечу всех населенных пунктов, в том числе и Старая, Новая Богдановка, и Диметровка, и множество улиц Чемишли, общей протяженностью более 46 километров. Значит, для Чемишли, если... Я только обращаюсь к Севышим, буду так несколько, будем говорить, сентиментальным. Дай Бог, чтобы этот проект был реализован. Он основан не на взятых с воздуха цифрах, а основан на тех цифрах, которые мы получим в этот дорожный фонд. Я думаю, что при хорошем подходе и отношении администрации Примарии к проведению тендеров будут хорошие подрядчики, найдем и хороших подрядчиков, которые будут выполнять работы в этих улицах качественно. И это, конечно, в итоге доставит удовольствие не только нам, как советникам, принимавших решения, но и тем людям, которые живут на этих улицах. А если кто-то интересуется, на сайте Примарии нашей Чемишли есть перечень этих улиц. Это проект решения, чтобы долго не искать, номер 8 от 16 февраля. Желающие могут посмотреть, там все улицы в каком виде, в каком порядке. Они изложены очень большое количество, еще раз повторюсь, не буду перечислять, большое количество, 46, в общем, итоги километров дорог. Татьяна, я хотел спросить вас при встрече Примарии с председателем района, с новым председателем района Чемишлия Яубивол. Он сказал, что в этом году 23 миллиона лея будет выделено на строительство именно дорог по селам, по Примариям, и сказал, что по одному миллиону, как бы, каждой Примарии, несмотря по политическим целям, что другое... Приверженность. Да, поэтому я хотел вас спросить. Да, Иоанн Дмитриевич по этому вопросу обрадовал всех Примаров о том, что на 2018 год каждая Примария, независимо от количества жителей, независимо, какой мы все люди, молдавский народ, и все хотят хорошо жить и хотят хороших дорог, потому что хорошая дорога, это все, это и сельское хозяйство, это и учеба, и продукты питания, которые в магазин нам привезут, и почта приедет вовремя, и скорая помощь придет на помощь к людям больным. Это хорошие дороги, и все об этом мечтают. И не только мечтают, и они действительно верят в то, что это осуществимо. Каждому селу выделят по одному миллиону. Мы должны были посоветоваться со своими советниками о том, какой отрезок в селе, какая дорога требует оперативного вмешательства. И мы думаем, что мы в том числе, коль 23 в Примарии, и нам тоже выделят деньги для того, чтобы мы сделали... Дай Бог, что это было и до выборов. Прекрасные такие. Дай Бог, чтобы это не было предвыборной просто акцией. И интересно, с какого фонда я вот не могу понять. А это будут с какого фонда выделять по миллиону? С фонда нам не сказали, что просто хотят... Это как инвестиции. Да, инвестиции. Да, правительство. Изучили мнение граждан о том, что дороги нуждаются очень в реабилитации. Я думаю, что это хорошее предложение, и дай Бог, чтобы оно претворилось в жизнь, потому что дороги никто под мышкой не возьмет, и за границей не уйдет. Да, это все видно. Поэтому лучше, чтобы они остались здесь, и поэтому тратить деньги на дорогу – это самое справедливое дело. Я хотел дальше предложить у нас опрос людей, так Vox Populi, так на улице. Мы спросили, знают ли они, из каких фондов или какие страны помогли строить определенные дороги, допустим, национальные или республиканские, или местные и так далее. Ну, конечно, люди по-разному отвечали, но, в принципе, они смотрят телевидение, радио, понимают, и многие знают, но многие не знают, говорят, а зачем нам это знать. Поэтому посмотрим вот этот опрос людей и вернемся к этой дискуссии. В каком состоянии дороги в Молдове? Вот ваше мнение. Плохие. Плохие? Да. И нет? Дороги по Молдове, я не знаю, я знаю, что в нашей деревне выбило, геть яны поставлялись, и все. Я вам скажу, местами хорошие, но местами даже и пешком нельзя пройти. Не ахти, я бы сказал, не ахти. Ужасные дороги. Даже вот тут, где центр, посмотрите, выбоины, невозможно идти даже, когда дождь, снег, лужи. Лучше всех. Не, ну серьезно. Ну, хуже Молдове, лучше всех. Дороги. Дороги, кое-де сделали нормально, но кое-де еще надо очень много ремонтировать. Да, есть такие ямочки, нюансы есть, кое-де разбиваются очень-очень, ну, извините. В каком состоянии? Я бы хотела, чтобы у наших президентов состояние такое было, как наши дороги. Но не лучше. Плохое, значит. Вот такое, чтобы было состояние точно как дороги. И особенно по селам. Они едут с мигалками кругом, что вот провожают их. Пусть зайдут в наше село, посмотрят, как мы живем. Нам помогают им строить эти дороги. Знают, какие страны дают? Это я не знаю, не скажу вам. Что знаю, то знаю. Что не знаю, не знаю. Если сказать, и Румыния помогает, и Америка помогает. Не знаю насчет Украины. Но я смотрю телевизор часто, что очень много трансов идет. Но когда мы их отдавать будем? Или наши дети будут отдавать? Нет, понятия не имею. Понятия не имею. Европа. Европа. Я даже не в курсе дела, какие страны нам помогают насчет дорог. Не слышу? Не могу сказать. Кто бы нам не помогал, деньги на дороге не идут. Идут в карманы. Итак, различные мнения, кто помогает, кто деньги выделяет на строительство дорог в Молдове. Больше всего, конечно, говорят, ну Европа нам помогает. Наверное, оно так и есть, потому что я посмотрел по данным, которые озвучены. И в этом году Европейский Союз выделяет большие деньги на строительство дорог. Там и Всемирный банк выделяет. Да, Всемирный банк. И не только как бы в виде грантов, но и в виде кредитов. Мы это даже почувствуем. Здесь в Чемишли будет эта дорога М3, которая будет большая дорога, широкая, автобан, который будет объезжать Чемишли. И она тоже включена в этих программах больших. И это уже как бы не просто мысли или просто проекты, а это уже земля выделена. Уже сделают тендеры. Наверное, в этом году и начнется строительство этой большой дороги, которая коснется и Чемишли. Но я хотел бы вас спросить, вот должны люди знать, кто нам помогает? Должны знать, из каких фондов строится? Должны они как бы беречь вот эти деньги? Потому что были случаи, когда дорогу, допустим, сделали ну вот из налогоплательщиков американских граждан, а потом наши граждане ночью. Вандалы. Будем так их называть. Сфоровали там знаки, металл что-то. Ограждения, обойники. Да, поэтому я вот поэтому спрашиваю. Ваше мнение. Должно быть стенд, кто эту дорогу строил. Должны люди знать, масс-медиа об этом говорит. По идее так, с вами нельзя не согласиться, потому что любая стройка начинается, в первую очередь, с планшета или плаката, кто подрядчик, за счет каких средств строится или дом, или дорога. Это, по идее, это заложено, это так должно быть. А уже после, допустим, окончания строительства должны быть какие-то указатели, таблички, что дорога построена за счет каких-то грандов или за счет помощи того же Всемирного банка. Допустим, насколько мне известно, если я не ошибаюсь, нам выделяли на эту дорогу Ханчешты-Чемишлия, дорогу китайское правительство, тоже один грант был. Я не знаю, насколько он использован в полной мере. Не до конца, мы согласовали, потому что менялись... Да, и рельефы, и направления трассы. Сейчас они тоже выделяют. Хочу сказать, что интересно, когда наши люди комментируют, допустим, подобного рода вопросы, за чьи средства и как. Их, вот в данном случае, их можно понять, их в меньшей степени интересует за чьи средства, их больше интересует, сколько кто-то украл из того, из той суммы, которая выделялась на строительство. Обычно пишут постоянный дорог, сколько стоило, сколько строилось. Да, кто сколько украл. Дороги очень дорогие. Поэтому, конечно, наши грандодатели и люди, которые, государство, правительство, которое оказывает в данном случае, или Всемирный банк оказывает помощь, они в первую очередь должны быть убеждены, что те средства, которые выделяются на реконструкцию и возрождение нашей инфраструктуры дорожной, все эти средства дойдут реально и будут вложены. И тогда и мы будем испытывать чувство гордости, что мы, как бы, как проживающие здесь местные жители, не подвели и не гадим, не ломаем и не выводим со строя. А мы имеем то, что нам представили и имеем как государственное достояние, как бы полученное нам, даже пускай их подарок. Это невозможно не ценить. За это надо говорить людям спасибо, тем, которые нам помощь оказывают. Татьяна, вот вы говорили, что вашу дорогу строили от Каушаны до Михайловки, так скажем? У нас участками, да. У нас несколько лет уже сначала мосты делали, потом с той стороны дошли от фермы до леса, приостановились, потому что зимние условия не позволили дальше работать. Потом уже в самом конкретно селе какие-то участки дороги. Вот мы говорили здесь об информировании о том, кто возводит дорогу, когда она начата, кто производит работу и кто финансирует. Информирование есть. И в Михайловке счет расположен, и в селе дальше было. И вот в эту сторону, как в Бессарабку тоже есть. И там вот перед выездом информирование людей идет. Да, вот мы и заговорили, действительно, что сельское население, вот я и слышала же с опроса, что вы с людьми разными говорили, не знали, к кому подойдете, как он вам ответил, правильно? Не спрашивали просто. Так же и в селе. Их не волнует, кто их построил. Потому что если бы волновалось, что они будут нести ответственность содержать эти дороги, они бы, может быть, и задумывались. Их интересует, чтобы он ходил, а они говорят, а наши деньги куда пошли? Мы же тоже платим налоги. Наши деньги. Надо признать, что очень дорогие. Культу, да, очень, дороги очень. 3 миллиона на 2 километра почти что идет. Да, это нужно тоже немножко в эту сумму подумать. А ты что-то начинаешь делать дома, не имея денег? Только начни ремонт в комнате делать, ты пойдешь тысячи тысячами, надо ценить то, что сделали, и сберечь. Вот именно эту дорогу. 60 лет назад не было такой дороги, сделали, чтобы она 60 лет смогла себя оправдать. Дай бог, чтобы сейчас еще 60 лет, это для тысячи... Да, это очень... Надеемся, даже... Чтобы поколение и поколение могли пользоваться этими благами. Будут строить хорошо. Но вы упомянули, что вы из прошлых денег, в прошлом году из этого фонда дорожного, вы, значит, сделали белый вариант. Это Магадан или как Шибенка. 4 метро, да, 4 метра мы сделали дороги, 800 квадратных метров. Хорошо, но все больше голосов о том, что, говорит, это делать из Шибенки, это нерационально, потому что они смываются, они как бы не так... В грязь уходят, если так, по большому счету. Они просто уходят в грязь. Понимаете, лучше сделать, допустим... Кусочек хороший, маленький. Да, 100 метров асфальтированный или тротуарно асфальтированный. А когда вот делают белый вариант... Просто ситуацию нужно было спасать, потому что местный бюджет у меня не позволяет. Я хочу и молодежи немножечко, и до кладбища, и в школе, и в садику понемножечко, всю копеечку, каждую копеечку мы делим. Из того миллиона, может быть, асфальт... Да, да. Вот мы рассчитывали тоже на асфальт, поэтому и тут приглядели участок дороги. У меня просто проходил рядом водопровод. И уже настолько... Смывалось. Да, все было видно уже наверху. И сейчас пошли бы мороза, мороз стукнул бы, и я бы потеряла водопровод. Поэтому у нас не было другого варианта. Нам нужно было срочно насыпать вот этот... Потому что рядом проходил переулок. Все шло оттуда. Из двух переулков вода пошла, а враг образовался среди дороги. Нам надо было срочно засыпать, потому что другого пути не было. Асфальт ждать. Господин Мазер, а вот вы сказали, что там целый ряд улиц. Я верю вам. Да, да, да. Как их выбирать? Где живут консильеры или не так? Вы извините, что вопрос такой. Потому что обычно говорят, вот выбрали улицы, там живет консильер или там живет другой. У нас был в прошлом году как бы такой вот казус, да, когда коснулся, речь шла об улице Матиевич, о том, что там заасфальтировали дорогу, были нарушения, связанные с проведением тендера. Но компетентные органы разобрались. Я думаю, они... А то они и компетентны, что разобрались. Но я вам скажу, что из 23 консильеров городского совета, еще плюс консильеров районного совета, который проживает Чемишлеев, совету трудно, господин Андрей, угадать и выбрать ту улицу, на которой не проживают советники. Один, два. Да, да, все равно, хотим мы это или нет, но там попадется один или два советника. Я просто скажу, ну, если мне люди поверят и... Они должны, по идее, поверить, потому что голосовал и мы все абсолютно в полном составе совета. Да, я вам скажу, что улицы у нас давно заложены, у нас здесь назад, асфальтироваться и обустраиваться к центру будет. То есть у нас паутина. Мы, господин Примарем, решили так вопрос, договорились, что от центра Чемишлеи улицы будут расходиться, как щупальцы спрута в разные стороны. То есть, чтобы, как говорит Татьяна, грязь не сводить в центр. Есть еще проблем много. Исходя из этого, мы смотрели, вот, допустим, если асфальтная улица хорошая, вот, допустим, Константин Стамати и вверх туда идет, до Тайваня, так почему ближайшие стыковочные улицы не асфальтировать? Мы же сразу решаем, вокруг стадиона, почему не асфальтировать улицы? Там же городской объект и объект, на котором проводятся массовые городские мероприятия. Значит, давайте не в белом варианте, давайте в асфальтном варианте. Вот так был вопрос решен, вот, сейчас я скажу, Мирчичев Батрын с улицей перевели в асфальтный вариант из белого. Вот. А что касается контрибуций граждан, я вам скажу, что эта идея была хорошая. То же самое, Матьевич строилась тоже часть была контрибуций граждан. Мы строили тротуары из плитки, тротуарные в прошлом созыве по Кагальничану, в Богдановке собирали контрибуцию на эти цели. Та же самая тротуар на Тайвань. Я вам скажу, что не всегда люди с пониманием к этому относятся. Кто-то говорит, нам государство обязано делать. Но, вы знаете, пока мы находимся в стадии, вот, будем говорить, только поднимаемся, становимся на ноги. Я думаю, что этот процесс будет продолжаться. Тенденция к обращению граждан за контрибуцией, она будет оставаться. Жалко, что уничтожен фактически тротуар, который за контрибуции тоже граждан был построен по улице Кагальничану, он тракторами уведен на середину дороги, эта вся плитка, и там ничего не осталось. Поэтому мы, неважно, живет ли советник на этой улице, не живет ли советник, относиться ко всем этим вот проектам надо с умом. Вот, я надеюсь, администрация премарии посмотрит на, параллельно будет решать вопросы реконструкции и возрождения дорожного покрытия на некоторых улиц, после, лишь после того, когда будет завершен проект канализации централизованной. Многие жалуются, жители Чемишли, что и в районе кладбища начали прокладывать канализацию, и по улице Троян начали прокладывать канализацию, разломали, разбили дорожное покрытие, поломали тротуары, и, да, вроде проект не закончен, там господин примарь говорит, что где-то 2 миллиона из экологического фонда непонятно, не пришли, не дошли, не можем реализовать до конца наши эти проекты. Министы поменялись. Меняются каждый год подрядчики, кто выполняет услуги вот эти ремонтные работы. Ребят, давайте, давайте мы начнем, если с нас спрашивают, с нас, граждан рядовых, спрашивает власть за то, что налоги мы не платим и так далее, законы даже если нарушаем, с нас спрашивают. Так давайте будем и мы спрашивать, как власть и как граждане, мы имеем на это право, с тех людей, которые недоступны, что выполняют даже вот возложено на них обязательство. Я с ужасом вот сейчас, опять же, это моя улица, я не кривлю душой, это моя улица, Троян, вот, хотя она входит в ремонт, кстати, вот. Но там живут два советника, один из старых наших уважаемых, Павел Феробонич Александрян, живет рядом. Ну, понимаете, ребята, там сейчас машина большая, мусорная сборочная возит, контейнер собирает. Ладно, мы в сапогах резиновых дойдем до центра, но машина не приедет, и мы то не у мусори, значит, естественно, надо решать вопросы параллельно. Сделал коррелизацию проект, отремонтировал, все как положено. Пошло дорожное покрытие сверху, чтобы не через месяц после ремонта дороги начали ломать что-то строить, а сейчас именно все должно идти параллельно. К сожалению, я должен констатировать, что не всегда, мы хотим очень много, у нас в голове сумасшедшие проекты, в том числе и с дорогами. Поэтому не всегда удается, и я очень хотел бы, чтобы из этих вот перечисленных улиц в конце прошлого года люди, которые встречались со мной в центре, на рынке, говорили спасибо не только мне, а всем советникам городского совета, пожимали руку и честно смотрели друг в друга в глаза. Спасибо, дай бог, чтобы так было. Поэтому я хотел просто, Татьяна, спросить у вас, как вы решите этот вопрос с переносом денег с одного года на другой, потому что закон не позволяет сейчас? Нет. И вы не можете копить 2-3 года, чтобы сделать хорошую дорогу, да? Я почему спрашиваю? Вот, допустим, в Батыре мы были там, заасфалтировали тоже участок дороги, все нормально, сдали, успели вовремя, где-то в октябре и так далее, все нормально. Ну, мы спрашиваем, а почему дорога как бы сделана без обочины? Не укреплена фактически, да? Это инженер-энер-режим? Нет, на обочину, говорит, там еще надо вложить средства и так далее. Средства нужно, конечно, конечно. Нету тротуара. Почему нету тротуара? Она возле школы, она как раз примыкает к школе. Не хватает денег, мы построили дорогу, тротуар потом, дети ходят посередине дороги, там машины. Потом мы хотим от детей, чтобы они обучили их ходить по тротуару, а не посередине дороги. Вот получается так, что как бы хорошая идея, вот это дорожный фонд выделить местным, но почему не разрешает копить два года, или как бы, я не знаю, или хотя бы начать в этом году и закончить в следующем? Вот этот вопрос тоже надо как-то решить. Да, у нас присутствовались министерства и объяснили нам, что если вы не используете в этом году, на следующий год вы... Просто этих денег у вас нет, они сгорают в этом году. Поэтому мы быстро куда-то реализовать хотя бы, чтобы что-то чувствовалось, что из дорожного фонда поступили деньги, и мы хотя бы людям, хотя бы немножечко помогли. Может быть, скооперироваться, два села сегодня строим, в этом году у вас строим, завтра, в следующем году у вас... Есть варианты, варианты есть. Потому что, нет, мы просто быстро деньги... Мы уже когда журавля поймали, то уже не отпускали. Я думаю, на районном уровне этот вопрос нельзя решить. То есть, это надо обращаться к правительству. Это министерство, да. И если есть возможность законодательную базу менять, через парламент пропустить этот вопрос. Потому что действительно обидно. Если у тебя на счет переведены средства, но ты не имеешь возможности реализовать, или же половинчато можешь решить не до конца, ну почему их не перевезли? Мы же их носим в бюджет, мы ставим их, вносим же эти деньги в бюджет, они у нас находятся. Потом приходится, что спишешь только в конце, назад, отдавши эти деньги, и все. Хотелось бы, чтобы дальше было какое-то продолжение в этом вопросе. Компетентные органы могли бы рассмотреть, прислушаться к мнению, что... Ну, вот еще один вопрос хочу. Судить, вот строительство дорог, тоже инфраструктура. То есть, дорога, это не просто проезжая часть, это и тротуары, это и парапеты эти разные, это и знаки, и так далее, и так далее. Остановки, освещение, да? Вся инфраструктура, освещение, да. И когда строили дорогу здесь, в Алипедже, в Екатериновке, многие возмущались, почему вы ставите эти барьеры, потому что коровы не могут переходить с одной улицы на другую или что-то там. А мне объяснили, что это проезжая часть, машины ездят, чтобы животные не проходили, люди, чтобы был порядок. В конце концов, они поняли, согласились, но вначале были против. Каждый хотел, чтобы из огорода... К себе от дороги мостик к воротам. Да, мостик к воротам и все. Но я к чему веду этот разговор? Потому что, как бы, получается, что строительство тротуаров, даже в Чемишли, оно отошло на второй план. Если дороги, даже центральные, были сделаны, то тротуары хуже. Их не сделали, особенно в эту часть, в сторону Бессарабки, эти тротуары Бреча никогда их не ремонтировали. Они уже пришли в негодность. Мы это видим. Хотя дороги ремонтируют так. В эту сторону тоже, после того, как вмешались местные органы, доделали тротуары, потому что вначале не было... Да, тоже, не все. Поэтому надо, наверное, и руководителям города, и специалистам обратить внимание, что если мы уже и строим дорогу, если кто-то строит, что вот пусть сделают по всем правилам, с освещением, с тротуаром, с остановками. А то получается, что как бы сделали, расписались, ушли, а потом видим, что люди ходят по дорогам, там негде останавливаться. Есть, конечно, казусы. И вот именно, когда они планируют эту дорогу, они делают так, как вот считают по стандартам. У нас сделали дорогу, и получается, да, дорога и тротуар с одной стороны и с другой стороны. И идет тротуар, а посередине стоит стоп. И стоит этот стоп прямо посередине, в этом тротуаре. Выходят люди гулять вечером, пройдет по дороге с коляской, она может столкнуться вместе с этим. Для крокодила съемка будет там. Получилось, что сделать... Это менять, наверное, этот стоп. Да, как-то нужно было... Или стоп, ведь что. Но вот у нас рабочие... Делать заказ, поменять стоп на 2 метра или на 3 метра. Рабочие... Некоторые нюансы возникали. Прямо они работали с людьми, где период... Получилось тоже, как бы по спутникам посмотрели, что на этой карте. Там сарая не было до этого. Пока дорогу начали делать, мы построили сарай. Получается, сделали здесь подъезд, а возле дома подъезда нет, куда подъехать. Или установили такие тротуарчики. У нас, получается, вода хлынула отсюда, по переулку. Пошла, полностью разрушила. Что-то делают, но не устраняли свои неполадки. Мы выезжали на улицу, у нас получилось, что водопровод не доходил до людей. И все, уже устанавливают тротуары, быстро покупаем шланг, проводим. И они пошли навстречу, выделили нам трактор, выделили... Чтобы потом не ломать тротуар. Да, выделили солярку, помогли нам, чтобы выкопали сами, мы быстро уложили, все помогли. Вот некоторые вопросы требовали разрешения и приходили на помощь они, видя, что что-то не так сделали. Не то, что их вина, а нужно было нам помочь. Да, вот этот разговор коснулся улицы Николая Йорга, так конкретно. Да. Вот, спасибо, что вот как бы не изначально затронули. Я считаю, что мы должны в городском совете вернуться к этой улице, хотя бы там эта улица, сама улица от республиканского подчинения, по идее, ее обслуживают власти наши республиканские. Но что касается тротуара, мы, наверное, подумаем и на комиссии по урбанизму в городском совете, посмотрим, что тротуарам там что-то надо делать. Я, если память мне не изменяет, разговор шел. Когда речь по проекту шла о реконструкции канализации системы, мы разговаривали в перспективе, там после укладки вот этих труб канализационных, вот всей системы канализационной, говорили о тротуарах. Надо к этой теме и вернуться. Спасибо, Дом Андрея, чтобы напомнили. Спасибо. Ну, мы, в принципе, приходим к концу передачи и, наверное, закончим тем, что начали, что дороги сделаны для того, чтобы объединить людей, а не разъединять. и дороги должны как бы объединить нас по другим вопросам, как мы понимаем, как мы живем. И, если мне не изменяет память, в этом ролике заканчивается тоже как бы вопросительным знаком. Они вот договорились, что давайте мы будем использовать дорогу, ты к саду, а я вот... А может, все-таки это эмансипация? Да, да, и вдруг говорит, ну, скоро 8 марта, и вот опять новый повод для того, чтобы... Дискуссий и разногласий. Вернуться к тому вопросу, что чья-то дорога, кто ее построил, мы по этой дороге идем к светлому будущему, к темному будущему, или по какому, я не знаю. Тут опять вопрос насчет 8 марта. Хотя 8 марта, как бы сказать, уже на пороге, я хотел бы вас спросить, потому что не исключено, что будет другой ролик, как мы с этим 8 мартом будем. Если вы помните, было предложение, было предложение, чтобы не было, отменить. Другие говорят, оставьте в это 8 марта, но он не мешает, давайте займитесь с другими вопросами. Поэтому ваше мнение, хотя бы так, для разрядки обстановки... Я тоже считаю, что не мешает. Да? Да. Это то, что 8 марта... Нет, вот есть такое, 8 марта женский день, а праздник-то у всех, мужчины, задумайтесь. Свободный день. Празднуют, гуляют все. Все? Женский день, а праздник-то у всех. Мужчинам в большинстве своем доставляет удовольствие женщинам дарить подарки на 8 марта. Я пользуюсь случаем, поздравляю с наступающим праздником всех женщин страны нашей. Желаю им счастья, желаю им процветания, чтобы они всегда были похожи на цветы, на хороший букет цветов, не увядающий. Ну, а нам, мужчинам, больше внимания и терпения, если есть возможность для этого, и не создавать поводы нашим женщинам для расстройства, расстройства для переживаний. Спасибо. На этом ноте мы и закончим передачу. И я бы сказал так, что наша передача называлась, как и назывался, репортаж «Уступи дорогу». Вот мы поняли, что можно и уступить, можно разъехаться по дорогам и использовать их по назначению, и чтобы эти дороги принесли нам счастье. И думаем, что и 1 марта, первый день весны, и 8 марта будет нас объединять, а не разъединять. И давайте находить общие, так сказать, точки соприкосновения, а не разногласия, которые усложняют нашу жизнь, и такую, которая... И так сложна. Спасибо за внимание. Спасибо за приглашение. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...